Самые недобросовестные водители, а так участники дорожного движения, сегодня называют таксистов. За минувшие 9 месяцев по вине так называемых бомбил произошло 3 ДТП. На территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России в Волгодонской расположено 40 таксомоторов, занимающихся пассажирскими перевозками. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 647 от 29.06.1995 года об утверждении правил учета дорожно-транспортных происшествий ежемесячно до 10 числа всеми предприятиями необходимо проводить сверки по факту дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения водительским составом. За 9 месяцев 2012 года сверка проводилась лишь только с двумя таксомоторами. Это такси Престиж и наши такси. Остальные предприятия занимаются пассажирскими перевозками, игнорируя прохождение сверки по административным правонарушениям. Всего за неделю, столько длилась операция такси, были пойманы 82 нарушителя, чьи автомобили не соответствовали жестким требованиям, предъявляемым сегодня таксомотором. На сегодняшний день такси должно быть оборудовано шашечкой соответствующей и цветографическая схема нанесена на борту. То есть это первые признаки по внешнему виду это такси. Уже остальное это разрешение на осуществление перевозки пассажиров, разрешение на нанесение цветографической схемы и разрешение на радиостанцию. То есть у каждого таксиста установлены радиостанции, он имеет свой позывной номер. Путевая документация должна быть при заступлении на работу, человек обязательно должен проходить медицинский осмотр. И транспортное средство должно пройти у себя на ферме. Механик проводит технический осмотр транспортного средства. 14 пойманных нарушителей вовсе не имели права заниматься пассажироперевозками. За период проведения рейда было выявлено 14 нарушителей, которые перевозили пассажиров незарегистрированных. В отношении них были составлены административные материалы и направлены суды для дальнейшего рассмотрения дела. Конечно, таксобизнес без документов и разрешений намного выгоднее, особенно тем, кто работает на себя. Однако все больше благодонцев, выбирая такси, предпочитают добросовестных перевозчиков. Я считаю, что все должно быть по правилам. Клиент все это видит. Сейчас люди очень грамотные. И как бы они различают, где легальное такси, где нелегальное. И у нас очень много клиентов. Я думаю, будет еще больше. Так как у нас все правила соблюдаются, все стандарты выполняются, и все технические требования мы выполняем в полной мере. Светлана Чеклакова, Алексей Шрутов. События. Клиент все это день. Спасибо. Продолжение следует...